«Донбасс-2025» и «Поланский» кто и почему победил на Венецианском фестивале «Кино-культура» Полничтри, 9 сентября 2019 года Кто смеется последним «Донбасс-2025» и «Поланский» кто и почему победил на Венецианском фестивале Кадр, фильм «Джокер» 76-й Венецианский кинофестиваль завершился 7 сентября в Италии Жюри основного конкурса с аргентинским режиссером Лукрецией Мартель во главе объявила лауреатов Породавав одних наблюдателей и озадачив других гранд-дама мирового арт-хауса Вместе с коллегами предпочла экспериментом кино если не старомодное, то такое, к которому подходит эпитет «Старое доброе» Корреспондент «Ленты.ру» в Венеции Денис Рузаев оценивает призовой расклад фестиваля «Золотой лев» за лучший фильм Джокер, режиссер Тодд Филлипс уже третий год подряд после формы ввода Гильярмо Дель Торо и Ромы Альфонса Куарона в Венеции Побеждает фильм с самой массовой потенциальной аудиторией Нет никаких сомнений, что антикомикс Тодда Филлипса с Хоакеном Фениксом в роли Джокера станет большим зрительским хитом Мартель и ее жюри, очевидно, рассмотрела актуальный политический смысл в истории зловещего перевоплощения клоуна Шаром Иги Артура Флека во властителя дома униженных и оскорбленных Джокер Филлипса и Феникса почти напрашивается на сравнение с Дональдом Трампом Другое дело, что несколько проблемным все-таки получился стиль Джокера Филлипса обширно, часто буквально цитируют наследие Мартина Скорсезе От таксиста до короля комедии Но оно здесь идет на службу не глубине конфликта, а довольно банальному психологическому реализму Конечно же, малютку Джокера в детстве мучили и обиджали все, кому не лень Трамп, если что, вырос в абсолютно привилегированных условиях И уже поэтому как персонаж куда интереснее Кадр, фильм «Офицер и шпион» 1-3 Большой приз жюри «Офицер и шпион» Чахиюсь Режиссер Роман Полански Перед началом фестиваля Лукреция Мартель выступила с довольно страстной отповедью Полански Напомним, что живой классик в 70-х признал себя виновным в совершении полового акта с несовершеннолетней И в свои 86 лет до сих пор скрывается от американского правосудия Что ж, решение наградить офицера и шпиона вторым по значению призом фестиваля как минимум сигнализирует о желании жюри судить искусство отдельно от его творца Если бы только это искусство обстоятельный и, по правде, умело удерживающий зрительское внимание пересказ дела Дрейфуса Глазами добившегося его пересмотра главы французской военной контрразведки в исполнении Жана Джужардана Было хоть сколько-нибудь революционнее Но нет, Полански просто рассказывает историю и делает это максимально традиционными средствами Серебряный лев за лучшую режиссуру Рой Андерсон «О бесконечности» Еще один классик, которого жюри посчитала достойным одного из главных призов Это Рой Андерсон при том, что швед продолжает снимать то, что делает лучше всего Все те же горькие песни со второго этажа, короткие абсурдистские сценки из жизни своих соотечественников Типичных безрадостных обывателей Вот человек, который не доверял банкам и прятал все деньги в матрас Вот человек, который видел себя во сне современным Христом, а оказался священником-пинчушкой А вот Гитлер Андерсон верен своему юмористическому экзистенциализму и некоторые из его сценок Чаще всего самые повседневные из них действительно передают зрителю чувство невыносимой банальности бытия Но, кажется, метод шведа уже начинает демонстрировать свои пределы даже для самого автора Норовящего порой вырваться из этого дотошно выстроенного в павильоне шведского небытия куда-нибудь в облака Где здесь по шаголовски парит одна пара Кадр Фильм «Дом 7» по черри лейн 1-2 кубок в Альпи лучшему актеру Лука Маринелли, Мартин Иден Мартин Иден Режиссер Пьетро Марчелло Не остался без призов и один из самых изобретательных фильмов основного конкурса «Призрачное», размывающая рамки как между отдельными десятилетиями Хоховека, так и между прошлым и настоящим в принципе экранизация Мартина Идена Джека Лондона Жюри выделило в этой вдохновенной и полной небанальных режиссерских решений картине тот элемент, без которой она была бы, наверное, невозможна актерскую игру Луки Маринелли в роли Мартина Идена, матроса, переквалифицировавшегося в писателе, но так и не научившегося играть по правилам общества спектакля Прочитать о Мартине Идене подробнее можно здесь Приз за лучший сценарий Юнь Фань Дом 7 по Черри Лейн Не мог особенно на фоне сотрясающих Гонконг все последние месяцы беспорядков уехать из Венеции с пустыми руками и первый опыт режиссера-ветерана Юнь Фаня в мультипликации Дом 7 по Черри Лейн Причудливый и обаятельно условно нарисованный рассказ о лете прустовского и сексуального томления в Гонконге 1967-го Впечатляет не только небанально по нынешним меркам анимацией, но и хитроумной, не боящейся непонимания и почти мистических пустот истории Так что награждение Юнь Фань за лучший сценарий основного конкурса хоть и не очевидно Более ошеломительную сюжетную конструкцию выстроил Пабло Лорейн в Эмми А более выразительные диалоги написал Нуа Баумбах в брачной истории, но все-таки уместно Кадр Фильм Атлантида 1-2 Специальный приз жюри Мафия уже не та, что раньше Режиссер Франко Мореско Пожалуй, самый смешной фильм венецианского конкурса удостоился от жюри специального приза и вовсе не только за остроумие Ветеран итальянского кино Франко Мореско, всю карьеру более-менее изучающий бытование третьеестепенных, скорее комичных, чем грозных фигур сицилийского мафиозного пейзажа В своем новом фильме в формате игрового муки и ументари задается вопросом, как жители Палермо спустя 25 лет вспоминают взорванных по заказу семьи Корлеонис судей Фалькони и Барселена Спойлер, не самым уважительным образом Но эта идея завязка помогает Мореско выйти на совсем уж уничтожительную дискредитацию пары сицилианских прохиндеев Всю жизнь по заказу мафии занимавшихся отвлечением публики и развлечением заключенных мафиози Те, кажется, понимают, как над ними издеваются, но никакого раскаяния все равно не выказывают, предпочитая стать посмешищами Лучший фильм секции «Горизонты Атлантида» Режиссер Валентин Васянович Вторая по значению и престижу секция «Венеции Горизонты» в отличие Например, от особого взгляда Каннского фестиваля очень редко открывает по-настоящему новые горизонты киноязыка или хотя бы хвастает демонстрация уникальных режиссерских взглядов на кино Поэтому нет ничего удивительного, что в этом году победителем «Горизонтов» стал украинский фильм, обнаруживающий небанальный и изобретательный способ заговорить о главной сегодняшней проблеме в стране драме Донбасса Валентин Васянович выстраивает на этой теме фильм «Дистопию», воображающий Донбасс в 2025 году, когда конфликт уже закончился, но растоптанная им территория превратилась из-за войны и вызванной ею экологической катастрофой в почти постиндустриальную пустыню призрачную территорию всеобщего ПТСД и пропитавшей землю смерти Денис Рузаев